Приветствую зрителей YouTube-канала «Униан». Это программа «Аргумент». Спасибо, что смотрите. Не забывайте предлагать свои вопросы в комментариях, активно комментируйте. Сегодня я говорю с Михаилом Подоляком, антикризисным советником главы Офиса Президента Украины. Михаил, здравствуйте. Рады вас видеть. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, давайте начнем с исторического двустороннего соглашения между Украиной и Великобританией. Как вам кажется, не зря ли так его уже окрестили, ну прям историческое? Что внутри этого документа? В чем его уникальность? И какие выгоды несет Украина? Ну, он точно исторический, потому что он символизирует конец постсоветской эпохи. В полном смысле этого слова. Потому что окончательно стало известно, что вся концепция, на базе которой Российская Федерация сегодня существует, эта концепция реанимации СССР в разных интерпретациях или итерациях, она не жизнеспособна. И Украина полностью обнулила эту концепцию и своим сопротивлением в рамках войны, безусловно. Ну и, конечно же, тем, что четко показала вектор развития дальше суверенности и субъектности Украины. То есть у нас есть союзник, теперь Великобритания. У нас есть, чуть ранее было обозначено начало переговорного процесса о вступлении в Евросоюз. Это наше будущее. То есть где мы будем географически, культурно, информационно, политически находиться. Британия сегодня зафиксировала союзнические, по сути, да, давайте, неформально это выглядит именно так, союзнические отношения. И Великобритания говорит, смотрите, это наши партнеры. Россия, до свидания. В полном смысле этого слова. Вот в этом историзм конкретный, да. И это намного более важно. Это такой символический жест, который точно говорит о том, что... Перераспределение ролей в Европе завершается. То есть все, что было после распада СССР, оно было не завершено. Вот все, что касается Украины, Казахстан, Грузии, ну, то есть все постсоветские страны. Вот сейчас этот процесс необратимо будет завершен. Украина, к сожалению, большой кровью, но тем не менее, в принципе, выходит окончательно из состава неформального СССР. В этом неформальном СССР останется только Российская Федерация в осколочном проявлении. Вторая составляющая, очень важная в этом договоре, это конкретное практическое наполнение с той точки зрения, что, смотрите, десятилетний срок, это сколько денег конкретно Британия будет вкладывать в военное производство, военные поставки, скажем так, в экономику, в макроэкономические показатели Украины, как в страну, еще раз подчеркиваю, партнерскую. Это очень важно. И третья составляющая, на мой взгляд, это такой важный, знаковый сигнал для других стран Европейского Союза. Прежде всего, ну, понятно, Британия сама по себе, но тем не менее, конкуренция на европейском континенте никуда не исчезла. Лидерская конкуренция, безусловно, это несколько подстегнет. И так, на сегодняшний день, совершенно иначе выглядящий, Германию, Францию, для более, скажем, деятельного соучастия в программе оттягивания Украины, окончательного оттягивания Украины из постсоветского пространства. Понятно. Почему Британия первая? По срокам тоже вот интересно. Это с опережением графика произошло, подписание этого договора, или наоборот, с опозданием? Кто следующий? Вот меня, например, вчера, когда я смотрел церемонию подписания пресс-конференции двух президентов, я думал, а что? А где Соединенные Штаты Америки? Как они отреагируют? Они отреагировали через несколько часов. Посол сказал, что уже два раунда подобных переговоров провели и Соединенные Штаты с Украиной. Будут спешить страны присоединиться к подобным? Как вы считаете? Будут. Будут. И все страны, которые входят в G7, как минимум, я беру большие страны, да, они все на том или ином этапе переговорного процесса находятся. Почему Британия первая? Мне не очень корректно, наверное, будет говорить, потому что я с огромной симпатией отношусь к Британии. Я всегда считаю, что они несколько более объемно, что ли, прогностически видят исторические перспективы, да. То есть, во-первых, не забываем, Британия была первой. Тогдашний премьер-министр Джонсон был первым, кто приехал в Киев во время войны уже, и, соответственно, был первым, кто очень четко, недвусмысленно сказал, мы точно не позволим России уничтожить Украину, выиграть войну и так далее. И, соответственно, они зафиксировали вот эту абсолютно конкретную позицию первыми. Более того, активное и деятельное участие приняли в формировании проукраинской коалиции, да, ну, то есть, соответственно, выступили в качестве такого промо-организатора, очень важно. Ну и вторая составляющая, еще раз скажу, Британия всегда более, что ли, ну, исторически так, более объемно видит и прогнозирует те события, которые будут нарастать. Для Британии очевидно, что нужно получить в итоге этой войны, как бы это ни жестко звучало, несколько важных итогов. Первое. Россия в таком виде существовать на европейском континенте не должна. И географически, и политически, тем более, и так далее. Я насчет территориальных распадов, это вообще другая концепция. Но Британия четко понимает, что Россия — это единственный на сегодняшний день на европейском континенте генератор максимальной нестабильности. И чем дольше Россия в таком виде существует, тем больше проблем будет у Европы. И, соответственно, Европа будет вынуждена тратить ресурс нерационально. Тратить ресурс, прежде всего, на превенцию этих рисков, на их устранение, а не на развитие, не на повышение своего уровня и так далее. Британия — это невыгодно. Дальше. Британия четко видит, что Российская Федерация отошла от шока распада СССР, который там тянулся несколько десятилетий. И вот последние лет десять активно, максимально разрушительно влияет на глобальный политический процесс, инвестируя деньги, и об этом мы уже неоднократно говорили, инвестируя деньги в разные очаги нестабильности. Максимально формируя единую террористическую сеть, единую ультра-националистическую сеть, нацистскую сеть, Россия как раз-таки инвестирует в это деньги. Россия активно помогает нестабильным авторитарным режимам в разных регионах, да, и в Африке особенно. И, соответственно, для России существует концепция внешней политики только в качестве агрессии, шантажа, экспансии, поддержки максимально нелояльных демократии режимов. Британия это прекрасно понимает и понимает, что Россия будет в это все больше и больше вкладываться. А так как мир сегодня, это очень важное уточнение, мир сегодня зависим в том числе от быстрой информации, от тех же социальных сетей, то, соответственно, вот эти все очаги нестабильности, они могут очень бурно быстро слиться в одну глобальную войну. Британия это прекрасно понимает, и поэтому устранение ключевого донора вот этой нестабильности Российской Федерации в нынешнем виде – это задача приоритетная. Дальше, третья составляющая. Абсолютно точно Британия понимает вредоносность России с точки зрения многих сырьевых, и не только сырьевых, и технологических рынков. Это не только касается, например, воровства технологий, которые Россия предпочитает. Это касается скорее коррупционного влияния на глобальные экономические процессы, которые исходят из России. То есть Россия не умеет конкурировать технологиями, мы это с вами прекрасно понимаем, не умеет конкурировать вложениями прямыми белыми. Россия конкурирует только за счет коррупционного индекса. То есть она пытается скупить что-то, украть что-то, отшантажировать что-то, откомпроматить что-то и так далее. Убрать такой субъект с глобального экономического рынка, финансового рынка крайне важно, иначе он будет всегда серым, коррупционным и так далее. То есть есть много глобальных задач. На мой взгляд, Британия очень рельефно их понимает. И, соответственно, конечно же, понимает, вот тут очень важный аспект, она понимает, что такое Украина. Вот она, наверное, лучше многих понимает, что такое Украина с точки зрения внутреннего содержания, что это очень мощная, внутренне развитая страна. Да, она может быть там экономически выглядит, ну, все-таки постсоветская страна определенным образом. Но с точки зрения вот этого, знаете, такого национального стержня, воли, которая есть, ну, равных в Европе, и это Британия прекрасно понимает, нет. А это очень важно для того, чтобы европейский континент выглядел конкурентным с учетом, еще раз подчеркиваю, того, что его постоянно атакуют другие цивилизации, другие этнические группы и так далее. Это чрезвычайно важно. Что касается Соединенных Штатов, это хороший вопрос лидерства Соединенных Штатов, но мне кажется, что сами Соединенные Штаты, давайте объективно, сегодня находятся на определенном перепуте. К сожалению, у них очень конкурентные выборы, не всегда эти выборы являются правильно информационно-идеологически структурированными, скорее они являются, опять же, конфликтными. Мы видим, что сейчас, опять же, Соединенные Штаты входят в такую тяжелую избирательную кампанию, готовят электоральные позиции партии, партии увлечены внутренней дискуссией, и мне кажется, что они несколько теряют понимание глобальности многих процессов, которые сейчас происходят в мире. Я это прекрасно понимаю. Я понимаю, что ты сосредоточен на том, что у тебя большая страна, и она втягивается в тяжелейшую избирательную кампанию. Но ты хочешь, чтобы она прошла ее достойно. И это мне понятно, и позиция Республиканской партии, и демократическая. Они правильно делают акцент. Они хотят, чтобы сами Соединенные Штаты прошли вот этот тяжелейший конкурентный период достойно. Но, тем не менее, это, к сожалению, несколько отвлекает их внимание от глобальных рынков. То, что там происходит, было бы важно это правильно оценить. Потому что, на мой взгляд, Соединенные Штаты должны сегодня максимально вести себя, точно так же, как Великобритания, вкладываться в глобальное лидерство, вкладываться в стабилизацию ситуации на глобальных рынках, вкладываться в правила, в возврат этих правил, в разработку новых механизмов принуждения к правилам, в возврат международного права. А все это упирается в финансирование Украины, прежде всего. Да, и Израиля, конечно же. И то, что делают Соединенные Штаты, абсолютно мне симпатично в Красном море, когда атакуют йеменских террористов, хуситов и так далее и тому подобное. Это все правильно. Но, еще раз подчеркиваю, глобальным донором всего того, что мы сегодня видим, является Российская Федерация. То есть, нельзя, это, знаете, как лечение, да? Нельзя лечить болезнь только отдельные симптомы или синдрома комплекса, да? А нужно искать и лечить причину болезни. Причина современного нестабильного мира – это Российская Федерация. Хочет кто-то в это понимать или не хочет Россия, не будет заинтересована в том, чтобы вернуться в какие-то законопослушные отношения с миром, ну и, соответственно, придерживаться каких-то правил. Россия – это как маньяк, который вкусил крови, крови демократии. Он будет либо масштабировать кровопускание демократии, да? Либо он проиграет, ну и, соответственно, пойдет дальше уже в лечебницу психиатрическую, как, собственно, и должна идти любая недоимперия в историческую психиатрическую лечебницу. Нас уже вспомнили в этот удар по хуситам в Йемене, Великобритании, Соединенных Штатов Америки. Что он вообще значит для мировой безопасности? Для чего Запад зубы показал, да? И это с войной, развязанной Путиным. Фундаментально важная ситуация. Смотрите, хуситы в течение 20 лет постепенно брали под контроль Йемен, саму столицу. Это такие радикалы, они не заинтересованы, безусловно, в развитии Йемена как эффективного государства, это очевидные вещи. И долгое время они свою активность проявляли, атакуя, кстати, атакуя Саудовскую Аравию, атакуя нефтяные промыслы. И это выглядело всегда следующим образом, почему Россия всегда была заинтересантами и очень активно всегда поддерживала хуситов. Хуситы атаковали нефтяные промыслы, коротко, чтобы там долго не заходить во многие вещи. Долго часто атаковали эти нефтяные промыслы, это приводило к сокращению, объективному сокращению нефтедобычи, это повышало цены на нефтяных рынках, и, соответственно, Россия получала маржинальную прибыль, ничего не делая, только поддерживая, поощряя или используя право вета для поддержки йеменских хуситов. Ну или заэдитов, если их правильнее называть. И так далее. Сейчас они решили масштабировать, опять же, Российская Федерация в этом, несомненно, принимает участие. Они решили несколько расширить географию того, что делают. Они наносят удары по практически всем суднам, а это один из главных проливов, соединяющих Красное море и Индийское океан. То есть, по сути, обеспечивающиеся торговлю Европа, Ближний Восток, очень много королевств, которые, ну, та же Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. И, соответственно, это фундаментально важная транспортная артерия, которая действительно существенную роль играла в обеспечении международной морской торговли, прежде всего. И, конечно же, хуситы резко подняли ставку. Вы понимаете, кто в этом может быть заинтересован. То есть, они наносили удары по коммерческим суднам. То есть, это существенно било по глобальной торговле как таковой. И, кстати, в коалицию входят не только страны Запада. Давайте уже все-таки объективно смотреть. Туда входят Соединенные Штаты и Великобритания, понятно. Канада, Австралия, Бахрейн. И, кстати, туда накануне с большим визитом на страны Ближнего Востока приезжал господин Блинкин. Он хотел как раз сформировать еще более широкую коалицию, куда должны были зайти и Катары, и Объединенные Арабские Эмираты. Почему? Потому что, еще раз подчеркиваю, хуситы ориентированы на Иран, только на Иран. Это такое, опять же, отвлечение от шиитской ветви ислама. И, соответственно, они ориентированы, как и Хизбалла, на Иран. И, соответственно, Иран, Хизбалла, хуситы, Хамас – это все прокси Российской Федерации, которая за счет этого хочет поджечь максимально Ближний Восток. Потому что стратегически... Вы задаете фундаментально правильный вопрос. Это хороший удар по Йемену, по хуситам. Потому что стратегическая задача России, первое – это продолжать, если мы смотрим на то, что делает сегодня Россия, первое – это, безусловно, продолжать атаковать масштабно ракетами территории Украины и интенсивно вести бои по линии фронта, особенно в Донецкой области, независимо от количества потерь. И таким образом подчеркивать, что у них много ресурсов у России, и они готовы на долгую войну. А параллельно с этим отвлекать внимание международной коалиции, в данном случае демократической коалиции, чтобы они свои ресурсы тратили на множество очагов. Вот Ближний Восток, вот Хамас, вот, собственно, Йемен, вот Корейский полуостров, что-то начинается, вот Латинская Америка, что-то непонятное, вот Африка, где потеряны урановые рудники для целого ряда европейских стран. И так далее. То есть вот эти два процесса для России стратегически выгодно. То есть, чтобы было рассредоточено внимание, ресурсы были истощены, они направлялись на разные очаги нестабильности, и параллельно с тем Россия вот этими ударами по Украине хочет показать, что они готовы к долгой войне. И таким образом, вывод они хотят, чтобы в Европе, и мы должны с этим внимательно работать, они хотят сделать, вернее, чтобы в Европе и в Соединенных Штатах сделали вывод, что война в Украине – это чрезвычайные издержки, которые нарастают, и, соответственно, нужно все-таки за счет Украины эту войну заканчивать. Вот что они хотят сделать. И поэтому, конечно же, безусловным, опять же, заинтересантом того, что делают куситы в Красном море, ну, вернее, в проливе, да, соответственно, является Российской Федерацией. Вы меня часто упрекаете в наивности, и я очередной наивный вывод сделаю. Нелогично ли, чтобы Запад сейчас принял решение, как можно быстрее закончить войну Российской Федерации против Украины? Не потому ли, подписывает Риши Суна с президентом Зеленским этот исторический договор? Не потому ли впервые произносит фразу «Мы поможем вам победить в этой войне»? Давайте не переносить понимание современных проблем мира от Британии на весь мир. Демократически это немножко разное. Еще раз повторяю, Британия всегда на полшага раньше осознает глобальные риски, которые возникают. Что касается самого вопроса, да, демократический мир, конечно же, понимает, что важно закончить войну как можно быстрее поражением России. Но понимать, и понимать также математически выверенно, точно понимать, что нужно для этого, а еще более сложно взять на себя ответственность за это, да, за снабжение ресурсом, за принятие каких-то жестких решений. И тогда мы с вами упираемся в несколько вещей. Мир демократический совершенно точно не был готов к такого типа войнам. Вообще. Ни в каком виде. И поэтому он в течение последних десятилетий, особенно после фукуямовского конца истории, ну или вернее после распада СССР, после прекращения существования Варшавского договора, стран СЭФ, когда многие из них начали заходить наоборот в Европейский Союз, в НАТО и так далее, западные демократии приняли для себя решение по умолчанию, что мир больше не столкнется с большими войнами. И, соответственно, что они стали делать? Они стали больше смотреть на бизнесы, в том числе олигархические российские бизнесы, которые резко умножили прибыльность, личную прибыльность, но перестали практически точно анализировать риски, возможные войны, перестали вкладываться военное производство, перестали вкладываться, ну кроме Соединенных Штатов, понятно, что они на рынке оружия много продавали, а многие страны на рынке оружия, там, единичные, имели объемы продаж. Они перестали вкладываться в армии, они начали сокращать бюджет НАТО, они начали сокращать свои национальные армейские бюджеты и так далее. И, соответственно, все, что сегодня происходит, и более того, они долго попадали под обаяние российского шовинизма и перелизма. Он им нравился. Давайте я так парадоксально скажу. Им нравилось, что вот эти ребята говорят, ну, мы же на вас нападать не будем, если что, мы везде там повоюем, но мы всегда с вами договоримся, вместе выпьем кристалла, посидим на какой-нибудь там вечеринке вместе и так далее. Более того, русские начали покупать, вы помните, да, активную недвижимость, в советы директоров начали приглашать бывших эксов из правительства Германии, Голландии, Австрии и так далее и тому подобное. То есть в Европе показалось, что это такая будет абсолютно конкретная синхронизация, и Россия будет все время давать шальные деньги. Ну, то есть так или иначе. И оплачивать безумные вечеринки, скажем так, да, у шляпника. Вот это то, что они думали. В итоге они, конечно же, медленно сейчас отходят от всего этого, потому что вы заточены были на определенный образ жизни, на определенное понимание своих отношений с Россией. Более того, Россия, кстати, еще как работала, она очень много денег вкладывала в продвижение, в промоцию, вы прекрасно это знаете, своего культурного продукта, фестивали, биеннале, московский кинофестиваль, берлинский кинофестиваль, партнерство, постоянные там балеты, которые все время куда-то ездят, активная работа российских режиссеров, сценаристов в европейских театрах, постановки бесконечные, совместные трупы, которые в Ласкалу приезжают, работают. Это очень важно. То есть, грубо говоря, у европейцев было всегда впечатление, что Россия — это такая богатая страна, которая не жалеет денег и которая дает качественное наслаждение, качественным культурным продуктам. Вот и им нужно все это теперь похоронить. Им нужно, первое, осознать, что это все была фикция, осознать, что реальная Россия — это максимально нищая, убогая, завистливая страна, которая будет всегда тебя ненавидеть, даже если она с тобой пьет шампанское. И, соответственно, после этого ты должен, во-первых, отказаться от своих стереотипов, психологически перестроиться, а во-вторых, ты должен сказать, что допустил ошибку с точки зрения недоинвестирования военных производств. Это все нужно поднимать. Вот и все. То есть, и теперь медленно все это развивается. То есть, да, инвестиции в армию идут, в европейские армии, инвестиции в военные производства идут, реформируется, насколько я понимаю, их разведсообщество, оно становится более жестким. То есть, они же ведь Россию тоже не знали. Точно так же, как Украина не знала Россию. То есть, поверхностно очень. То есть, глубокого проникновения, например, агентуры не было. Глубокого проникновения аналитического, с точки зрения понимания, мотивы истинные, каких-нибудь Патрушевых, Нарышкиных, того же Путина не было. Вот это все сейчас создается. Но это все время. Время. Ну и главное, психологически нужно себе сказать, что я долгое время заблуждался. И есть еще один феномен, Алексей. Украина. Мы для них терра инкогнито. Мы для них неизвестны. Мы не давали культурного продукта. Мы не давали ничего. Мы отсутствовали на внешнем рынке. Мы сейчас на внешнем рынке присутствуем. Мы сейчас субъектны. Они сейчас нас заметили. Но они нас точно так же до сих пор не знают. Они не знают, кто мы, что мы. Да, они видят героизм. Но они не понимают, кто мы. С точки зрения истории, с точки зрения культуры, с точки зрения ощущения и так далее. Эмоции. Еще пока не сформировалось, это ведь не вопрос искусственного формирования эмоциональной близости. То есть Украина должна, по сути, выполнить сейчас невероятную работу. Она должна, во-первых, влюбить в себя по-настоящему, эмоционально привязать, а главное заместить с собой Россию на внешних рынках. Во всех смыслах этого слова. Кроме коррупционного, понятно. Это тяжеленная работа. И вот это все, конечно же, так или иначе, косвенно или прямо влияет на темпы поддержки, на принятие решений. И последнее, что нужно не забывать, остаточный страх перед Россией все равно есть. То есть Россия долгое время вкладывалась в образ такого монстра, медведя-шатуна, которого нужно продолжать бояться. С ним можно дружить, он может танцевать под гармошку, конечно же, но его не надо злить. Вот они в это тоже вкладывались. И в Европе есть вот этот остаточный страх. Поэтому, кстати, самый трусливый персонаж из современного российского политикума по фамилии Медведев, как это не парадоксально звучит, вот этот комичный персонаж, потому что он трусливый, на полном серьезе, ну, серьезно рассматривать, что этот человек что-то может в этой жизни или мог что-то, да, это, конечно, нелепо. Вот он ведет себя, видите как, то есть он все время выходит и всем угрожает. Мы, я... По реакции на договор с Британией, видите? Да, и я же как раз об этом. Да, у нас, мы, кассетные бомбы, мы сейчас всех уничтожим. Это признак, конечно же, в психиатрии это конкретно описано, да, это признак максимальной трусости человека, который вот так вот, сидя в бункере, всем угрожает, потому что в реальной жизни он будет стоять на коленках в мокрых штанах и ныть. Не-не-не, я не это имел в виду, простите меня, я интеллигент в пятом поколении и так далее. Ну, как подобные существа всегда себя ведут. Но вот это признак того, что вот он пытается играть на этих остаточных страхах европейцев, и кто-то на это все-таки рефлексирует. Да, к сожалению, до сих пор рефлексирует. Что с республиканцами в Конгрессе? Они, вот тем, что они пытаются сейчас создать план помощи Украине, это они уже берут на себя груз ответственности, о котором вы говорите, да, за принятие решений? Или они просто затягивают паузу? Все-таки инвестиции для нас наиболее важны на сегодняшний день. Дело в том, что я не думаю, что республиканцы в подавляющей своей массе хотят затянуть время или не понимают тех рисков, которые несет эта война или Российская Федерация. Мне кажется, что как раз республиканцы все это прекрасно понимают. И, соответственно, вот этот план, который четко предполагает, наоборот, более четкие объемы помощи Украине, и там акцентируется на дальнобойных тех же Атакамсах, акцентируется, внимание, на более продвинутых санкциях, которые действительно требуют, на мой взгляд, большего анализа и более четкой работы по контрагентам. То есть, условно говоря, вы санкции вводите против отрасли российской, российские компании попадают в этот санкционный список, но надо смотреть, кто является контрагентом. Например, из ваших компаний, из американских или из европейских компаний, и по ним уже надо вводить вторичные, третичные. Они тоже сюда заходят и так далее. Это не попытка паузы, наоборот, это попытка все-таки обозначить, что республиканская партия, точно так же, как и демократическая, в полном объеме понимает, что такое война, какие последствия этой войны, и почему Украина нуждается в любом случае в объемном финансировании. Ну, имеется в виду военном, конечно же, финансировании прежде всего. И я надеюсь, что они между собой все-таки найдут вот этот, знаете, паритет между важностью формировать себе стартовые избирательные позиции, ну, через диалог о внутренней безопасности, о границе с Мексикой, о миграционной политике, и в то же время баланс между тем, что необходимо здесь и сейчас помочь Украине, Израилю и так далее и тому подобное. Я думаю, что это вопрос дней недель, ну, потому что по-другому это будет для меня выглядеть странно. Знаете почему? Ну, потому что если ты претендуешь, реально претендуешь на лидерство в демократическом лагере, на глобальное лидерство, репутационно, разменять вот это лидерство на поддержку 61 миллиард Украине, которая ведет войну с Российской Федерацией, которая у тебя в доктрине национальной безопасности записана ключевым оппонентом, ключевым врагом, ну, это для меня странно, при том, что Украина ведет эффективную борьбу, не проигрывает, не убегает, наоборот, давит, да, не так быстро, как хотелось бы, это понятно. Но все-таки давайте говорить о том, что российская армия, это же не какая-то там маленькая армия, не будем употреблять слова, чтобы никого не обидеть, какая-то армия дикарей, да? Ну, это полноценная, системная, многомерная армия с большим военно-производственным комплексом, с технологической компонентой, да, она не оказалась такой там продвинутой, как сама Россия об этом рассказывала, но тем не менее, с большим количеством мобилизационного потенциала, то есть та страна, которую долгое время все действительно считали ключевым игроком с военной точки зрения на глобальном рынке. И вот против нее Украина воюет крайне эффективно, и более того, если правильно структурировать помощь, правильно масштабировать помощь, вовремя ее дать, то есть все шансы, что эта Россия проиграет. В военном смысле слова. То есть окончательно рухнет остатки российской репутации. Она и сейчас-то репутация уже не на уровне глобального игрока. Россия – это периферическая страна с очень агрессивной риторикой, но с абсолютно несоответствующей этой риторикой и моделью поведения. Но так, в принципе, можно и окончательно обрушить и репутацию российской армии, и репутацию ВПК. И, кстати, для Соединенных Штатов, где лобби производительное, но в данном случае военный производитель, очень важное лобби, они должны быть в этом крайне заинтересованы, потому что их оружие, во-первых, доминирует на поле боя, их оружие показало, что оно гораздо лучше, чем российское. И, соответственно, они за счет проигрыша России в войне перераспределять, существенно перераспределят глобальный рынок оружия. То есть, соответственно, оттуда уйдет ключевой оппонент, тот, кто еще вчера составлял тебе везде конкуренцию. Но мне кажется, что здесь вот все, что касается инвестиций в Украину со стороны Соединенных Штатов, это только плюсы. Смотрите, я просто коротко подсуммирую. Первое. Инвестиции в глобальное лидерство, инвестиции в свою репутацию, инвестиции в уничтожение репутации главного оппонента, инвестиции в собственную армию, инвестиции в апгрейд собственного оружия, потому что опыт войны – это совершенно другой опыт, а не опыт полигона. Дальше. Это ты убираешь с рынков конкурентов по производству оружия и по продажам оружия. То есть ты перераспределяешь рынок, один из самых больших рынков глобальных. Дальше. Ты инвестируешь в собственные военные производства, потому что 90% денег остается в экономике Соединенных Штатов. Ты создаешь дополнительные рабочие места. Ну и кроме того, ты в принципе резко наращиваешь свой вес с точки зрения дальнейших переговоров в рамках глобальных политических процессов. За стола ушел тот, кто вчера тебя всегда оскорблял, провоцировал и что-то говорил. Остаются другие страны, которые будут на тебя смотреть совершенно иначе, потому что будут видеть, что вот этот вчерашний агрессор, которого все боялись, проиграл. Ну, мне кажется, что здесь только плюсы. Ну и тут хочется вспомнить, что оружейное лобби – это главный спонсор республиканской именопартии. Именно. Поэтому, да, возлагаем на него очень большие надежды. Хорошо, вы помогли разобраться, но для меня это теперь я смотрю на этот вопрос с умеренным, так скажем так, с осторожным оптимизмом, да? О расширении военной помощи нам ждать от Соединенных Штатов или нет? Массырский просит штурмовики А-10, да? В Соединенных Штатах их списывают, но не передают нам. Хотя принять мы их на сегодняшний день можем легче, чем А-16. У нас даже аэродромы готовы для них. Нужно со всеми разговаривать, объяснять и работать. Кстати, по штурмовикам А-10 говорили год назад, что не только и в 16-й истребители-перехватчики, но и штурмовики для того, чтобы преодолеть или взломать фундаментально построенные забетонированные линии обороны, нам нужны. Я думаю, что расширение линейки инструментов, понятно, оно будет. Потому что, смотрите, сейчас, и вот, кстати, визит господина Сунака очень четко обозначил, дальнобойная ракета – это приоритет номер один. Если мы берем то, что на поле боя, мы не берем, что системы ПРО – это безусловный приоритет в целом. Потому что видим, что в этом году системы противоракетной, противовоздушной обороны эффективно работают даже по комбинированным атакам Российской Федерации ракетно-дронов. Так вот, дальнобойная ракета, безусловно, с дальностью 250, 500, 600 – это крайняя необходимость. Это существенно будет менять то, что происходит по линии фронта, потому что это будет и главный масштаб здесь, то есть количество. И это резко сократит маневренные возможности российской оккупационной группировки. То есть будет уничтожаться логистика более быстрыми, мягко говоря, темпами. Вторая составляющая – это большие объемные инвестиции совместные в дроновое производство. Я даже не говорю о том, что передача дронов, а инвестиции, потому что никто столько дронов, сколько нужно в этой войне, не производил нигде, и их нигде нет. То есть есть разновидности, есть небольшие партии, но все это нужно масштабировать. Соответственно, инвестиции, инвестиции в дроновое производство совместно здесь, где угодно. Их должно быть действительно десятки, сотни тысяч. Если простые дроны – это миллионы, мы говорим, потому что они частично замещают артиллерию. Тот же 155-й калибр, они дешевле, они точны. Третий приоритет, безусловный приоритет – это система радиоэлектронного контроля во всех смыслах широких этого слова. И опять же, Визит Сунака об этом тоже как раз-таки говорил, что да, это приоритет. И, наконец, главный приоритет, тот, который действительно выглядит для меня все время странно, это, собственно, большая война, но при этом без доминирования, вот, например, наступательной операции, без доминирования в воздухе. То есть мы оставляем России доминирование в воздухе и тактической, и стратегической авиацией, и вертолетами теми же К-52-ми. Ну и, соответственно, мы рассчитываем на то, что при мощных фортификационных сооружениях, при их доминировании в воздухе, можно будет легко взломать оборону. Это выглядит странно. Поэтому, конечно же, я думаю, что линейка инструментов, которые будут передаваться в Украине, будет все время дошлифовываться, изменяться. Она будет выглядеть все более и более актуализированной под тот или иной этап войны. И, соответственно, совместные предприятия тоже будут здесь как бы в подспорье. И я думаю, что это будет все только и увеличиваться, и расширяться. Я уже вижу расширенные программы военной помощи от национальных правительств других стран, ну, имеется в виду европейских. Я уже вижу гораздо более глубокое понимание соответствующих отраслевых ведомств этих стран того, на каком этапе войны мы находимся и какие именно инструменты нам нужны. И я не сомневаюсь, что Соединенные Штаты, когда они принципиально, в конце концов, решат свои внутренние дискуссии, закончить и выделить из этих дискуссий все, что касается поддержки Украины, в отдельный кейс, ну, тогда сразу и, опять же, будет расширение линейки инструментов для ведения войны нам. Ну, это будет логично после успеха вооруженных сил Украины. Вот мы понимаем, да, что у нас мы проигрываем в небе, у нас дефицит различного вида вооружения. Но по итогу, все кричали, вот контрнаступление было не такое. Контрнаступление, Сырский даже недавно говорит о том, что наступление Российской Федерации, мягко говоря, не увенчалось успехом. Видят же это и наши западные партнеры. Поэтому будем надеяться на то, что расширят они арсенал этой военной помощи. Как вам ставка на усиление украинского ВПК? Об этом Исунок вот говорил, да, что не только в дроновое производство они хотят вкладывать, а вообще в развитие украинского военно-промышленного комплекса. Я его подслушал, у меня сложилось впечатление, что мы можем вообще его создать одним из лучших в Европе. Это фундаментальное направление. Давайте, опять же, объективно смотреть на то, что у нас долгое время то, что мы называли военным производством, это было старое советское производство, несколько апгрейдженное, и оно занималось воспроизводством старой техники и продавало ее на рынке третьих стран, таких там африканских, опять же, тех же ближневосточных стран и так далее. Сейчас речь идет о создании, по сути, новой отрасли. Это современное военное производство, высококонкурентное оружие с большим количеством лицензиатов, ну, то есть лицензии, которые будут в том числе сейчас идут об этом переговоры передаваться Украине. И, соответственно, действительно, Украина может стать сейчас по ходу войны, что является вообще необычным случаем, может стать таким хабом по производству и обслуживанию современной техники. Это важно. Это очень важно, и это очень правильно, опять же, учитывая, что тогда вы все меньше зависите от внешних нематематически просчитанных поставок, потому что, еще раз подчеркиваю, никто не готовился и никто не понимает объема этой войны в полном смысле этого слова, тогда вы будете зависеть и перекрывать свои потребности за счет собственного производства. И тогда вы будете на рынке оружия выглядеть совершенно иначе. Не так, как в последние годы выглядела Украина, еще раз подчеркиваю, продавая старое советское оружие, а будете выглядеть, как действительно важный партнер в этом. То есть у вас будет тогда та самая компетенция, о которой я всегда говорю. То есть, знаете, вот есть субъектность у нас, она сегодня, она реально большая за счет того, что мы ведем, эффективно ведем оборонительную войну против той страны, которую вчера вряд ли кто-то бы согласился с этой страной воевать до полномасштабного вторжения в Украину. Да, я сомневаюсь, что и сейчас кто-то бы согласился воевать. Мало того, что мы ведем эту... И это как раз создало нам субъектность. А вот дальше, для того, чтобы эта субъектность оставалась на высоком уровне, вы должны будете сделать несколько работ. Ну, то есть мы должны будем сделать, да. Первое, это определить свою компетенцию, свою полезность на глобальном рынке. То есть какие отрасли у нас будут такими конкурентными, чтобы это было интересно и другим партнерам. Вот военная промышленность, нововоенная промышленность, с учетом опыта войны, конечно же, это будет очень крутой производственный комплекс в Украине. И все это будут понимать, что конкуренция для нас будет очень классная в этом плане. И вторая составляющая, это то, что мы чуть выше говорили, культурный продукт. То есть мы должны с собой заместить Россию на внешних рынках, показать культурный продукт качественный. Я имею в виду в широком смысле слова культурный продукт. Не только там условно книга или кино и так далее. Шире гораздо. И, соответственно, зафиксировать это место как важно европейской страны, которая действительно, с одной стороны, имеет экономические компетенции, имеет конкурентные отрасли, а с другой стороны, очень четко идентифицирует себя, кто мы. Вот эти две работы нужно делать. И сейчас закладываются как раз таки и первое, и второе. С первым, я имею в виду, с военным производством более-менее понятно, более-менее понятно, что для этого нужно, какие объемы инвестиций, какие приоритетные направления нужно развивать. Опять же, дальнобойные ракеты, опять же, снарядное производство, опять же, высокотехнологические ремонтные возможности и так далее. То с культурным продуктом нужно дальше думать, нужно думать, как его масштабировать, как его замещать, ну и так далее, и тому подобное. Влюбить, как вы сказали, да, себя, мне кажется, мы уже влюбили еще в 2022-м. Теперь удержать надо любовь, удерживать любовь, это всегда сложнее, конечно. Что в Российской Федерации? Ну, истерику Медведева, по истерике Медведева мы поняли, как они серьезно отнеслись к договору между Украиной и Британией. А мне кажется, что там потихонечку все как-то, как-то странно все совпало, что в стране все начало сыпаться в ходе вот этой, так называемой, избирательной кампании Путина. Мне кажется, очень интересный момент, что там трубы начали взрываться, которые 30 лет до этого гнили, да, и там часть регионов сидит, нет ли там какого-то умысла, возможно, партизан, какого-то там движения самой Российской Федерации, я не говорю о том, что причастны к этому Украине. Экономические какие-то проблемы, да, вот начинают возникать, которые они залатать не могут. Те же пресловутые яйца, как бы это смешно не было, но уже и мясо курицы пропадает по регионам. Хоть как-то это отразится на очередной интронизации этого маньяка. Нет. Давайте здесь о парадоксальных вещах. То, что там произойдет обвал и бунт, это несомненно, но он произойдет не потому, что все это нарастает. Российская Федерация, исходя из своей внутренней, если так коротко, философии, да, из того типа государственности, к которой они привыкли, она не приспособлена к комфорту. Им безразлично. Есть яйцо с бутулизмом, нет его с бутулизмом. Будет ли у них там отопление или не будет, это не имеет никакого значения. Они готовы, еще раз подчеркиваю, это ментальность лагерного типа. То есть они готовы жить в максимально униженном состоянии, в буквальном смысле в выгребных ямах, но при этом орать, что мы сейчас поставим кого-то на колени. Вот пока они будут чувствовать наличие этого мифа, что буквально еще чуть-чуть, и мы поставим кого-то на колени, они будут в этой яме жить. Как только произойдет обрушение этого мифа, а я об этом все время говорю, надо, чтобы все это осознали, обрушение мифа должно произойти на поле боя. Вот в этот момент они со своих выгребных ям вылазят и идут распинать вот этого странного субъекта по фамилии Путин. Вот так это будет происходить. Поэтому здесь нету прямой корреляции, что вот у них там начали лопаться трубы, что у них замерзают целые города, регионы, что у них там горят бесконечно все горит и так далее. Да, партизанские движения где-то есть, потому что, еще раз подчеркиваю, с прошлого лета было понятно, что силовой вертикали тотального контроля не существует. Пригожин это четко показал. Я думаю, что уже Пригожина вряд ли кто помнит, но тем не менее. Он это четко показал, что все это фикция, опять же, все это надутое, все это гораздо больше преувеличено, чем есть на самом деле. Что вот эти все силовики, они готовы бороться с бабушками, я не знаю, с одиночными пикетами, вносить, скажем, господина Акунина, вы на агенты. Вот это они готовы делать. Но реально противодействовать серьезному, альтернативному, военному сопротивлению они точно не смогут. Поэтому будет развиваться следующим образом. Она будет мелко внутри распадаться, Российская Федерация, все будет приходить в негодность, ухудшаться сервис, ухудшаться максимально, денег будет, дефициты, где-то будут прорывы эти бесконечные. Но все это будет вот так тлеть, 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 да, будет ухудшаться и финансовое состояние, и, соответственно, изоляционизма будет все больше, закрытая граница. Мы это и сейчас видим, и мобилизационные процессы будут там где-то приводить к вспышкам, конфликтности какой-то на локальном уровне. Но все это не имеет никакого значения до одного момента. Либо-либо. Это вот важно, чтобы понимали не мы только, а наши партнеры. Либо они досидят до момента, то, что я говорил вначале, что все-таки они выторговали себе непроигрыш, и тогда вот эта вся орда будет от восторга вопеть и готова говорить еще Путин, давай атаковайтесь дальше, потому что мы готовы сидеть в этих выгребных ямах. Либо произойдет обвал по линии фронта, ну или неважно, обвал там, но в любом направлении, да, в этом смысле. И тогда они из выгребных ям выбираются и где-нибудь на Чукотке находят этого субъекта Путина или кого там, кто там будет его замещать, и, соответственно, с ним проводят ту работу, которую в России любят проводить больше всего. Уничтожение элиты, которая обманула. Ну, тут нам нужно, чтобы наши западные партнеры последовали по примеру Великой Британии, о чем мы говорили в самом начале. Поэтому будем с ними со всеми разговаривать. Это же вопрос, вот все думают, что есть очевидные вещи, ты один раз их проговорил, и все это для всех очевидно. Нет, это надо продолжать. Вот два года продолжаем говорить, вроде бы, казалось бы, очевидные прописные истины, но их приходится по кругу повторять, что нету возможности у мира впасть в компромисс. Но нету компромисса. Потому что это будет означать незавершенную войну, которая приведет только к масштабированию войны, потому что Россия ведь не изменится, то есть, еще раз, маньяк, который демонстративно, манифестно убивает, он же не станет вдруг законопослушным. Наоборот, будучи безнаказанным, он будет масштабировать свои преступления, потому что он получает от них наслаждение. Вот это нужно, чтобы наши европейские партнеры, прежде всего, ну и американские партнеры, понимали. Ну, вода камень точит. Доказано украинской дипломатией вот буквально несколько дней назад подписанием договора исторического с Великой Британией. Михаил, спасибо огромное. Очень интересный разговор. Поблагодарим наших зрителей, попросим поставить лайки, подписаться на наш канал, кто еще этого не сделал. Михаил Подоляк, антикризисный советник главы Офиса президента Украины, сегодня отвечал на мои вопросы. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok